здравствуйте друзья спрашивают какой примерно процент понятно что точной статистики нет какой примерно процент людей которые выучились на тестировщика программного обеспечения остаются в профессии я бы разделил это все на 2 что ли ситуации знаете как чем больше это мудрости жизненного опыта тем чаще хочется ответить на вопрос начать ответ на вопрос словами это зависит вот это таки да зависит от чего если человек поменял профессию и так все у него хорошо то есть он себе работает его потихонечку там денежку прибавляют денежка хорошая не то чтобы он может там легко перескочить в другую профессию где платят больше например да это это практически невозможно и да и даже если не легко но с трудом тоже это но большинство людей не в состоянии то есть грубо говоря так то есть в киеве платит очень хорошо людям которые в общем то не приходят с большим багажом в профессию так что сложно вырваться из этой профессии но теперь мы берем ситуацию вторую то есть процент людей которые просто так возьмут и уйдут крайне невысок я конечно видела людей которые уходили но вот они допустим вот и вот я рассказал помню про дядьку который купил мастерскую по ремонту дорогой обуви и сумок каких-то фирменных и вот такой мастеровую рукастый такой дядька ему лет может быть было сорок пять сорок восемь он был успешным тестером он делал автоматизацию он хорошо зарабатывал и когда я ее увидел вот в этой мастерской я ему говорю боже говорю а что ты тут делаешь он говорит ты знаешь миша так все надоело я здесь сам себе хозяин захотел покурил захотел поработал но их всех нафиг я может быть половиной от того не зарабатываю но такие но я себе вот я лайфстайл меня устраивает то есть он был ремеслий и он вполне мог делать тестирование ну так но бывает но редко кто может себе позволить допустим со 100 тысяч идти на 50 покажите мне человека который может себе позволить недополучить 50 тысяч а у него в это время моргидж он платит за дом у него дети там и придут не знаю в университет и так далее ну как вот он может так но кто-то может поэтому это редчайший случай а дальше второй вариант он себе работает он бы может никуда и не девался но его попросили попросили его в силу каких-то катастрофических событий типа вот рецессия например на в 2001 году 2000 но в 2001 году началось и надо сказать что не то чтобы там все подряд работу теряли или там половина людей которых я знаю потерял работу нет может быть процентов 20 потеряла а еще может быть процентов 70 дико перепугались что могут потерять вот страхов было очень много реально вот процентов 20 потеряли работу значит дальше получается такая вещь те 20 процентов которые потеряли работу делятся две категории одни только начали там годик-два вам поработали и им в таких условиях очень сложно найти работу заново ну просто ну вот как бы нет для них работы а те кто уже с опытом может быть они там 5-7 лет проработали они в принципе могли бы найти работу но они не верят в это им говорят рецессия им говорят нет работа им говорят никогда больше не будет это все закончилось и значит я это все наблюдал просто я рассказываю то что видел и они начинают переучиваться вот у нас была женщина она приехала по студенческой визе училась в колледже где софия тогда была ведь с президентом сам франциско и у нас училась и потом ей сделали а собственно мы же ей и сделали рабочую визу она из питера женщина ирина ее звали мы сделали рабочую визу мы же ей green card потом сделал и короче она когда рецессия началась значит она осталась без работы причем это был уже год на 2003 это значит что она могла в 2003 можно было пойти на рынке работу не не то чтобы там уж так плохо было но она вот себе в голову вбила я не знаю как так бывает но это бывает мы мы это все знаем и все видели что такие ситуации бывают она себе вбила что она больше работает и никогда не будет она вся куда-то ушла в индию ли там еще что-то и она пошла училась года наверное три я боюсь соврать если не больше она училась на медицинского работника какой-то квалификации честно не знаю какой не могу сказать по моему она рентген технишином было вот такого плана x-ray технишин короче она выучилась и в тот момент когда она выучилась и кто-то позволил по старым делам где на там тестером работала она у нас на нескольких проектах было в разных организациях короче не было много знакомых куда-то там позвали потестировать на полгодика и она пошла потестировать на полгодика и потом ее там на постоянку взяли и так она с тех пор тестирует то есть уже слава богу там года с 98 9 и значит есть люди которых рецессия выше было и я их видела их было некоторое количество и они сказали себе я обратно не возвращаюсь я поменял профессию многие потом возвращались вот я я же помню у нас пойти что происходит мы как школа не берем денег с тех кто возвращается и и надо ему там как-то это все в пакет входит поэтому люди которые хотели потом вернуться они приходят мы их за месячишка за два полернем и они идут они уже опытные у них уже там чё там вот и вперед поэтому я видел их много возвращающихся потом то есть они вдруг начинают им говорят есть работа есть работа есть работа они же они не верили что есть я и какое-то количество вернулось обратно потому что не было альтернативы достойной вот этому всему но есть люди как бы жить то надо моргиджи платить надо крутиться надо вертеть надо они идут куда-то в другую работу в другой бизнес куда-то еще идут за те пару-тройку лет которые рецессия значит там разворачивается и уходит в сторону за это время они уже поднялись где-то в другом месте есть масса талантливых способных людей трудолюбивых умниц боже о чем мы говорим вот и им уже не нужно не хочется там и так далее то есть они воспользовались вот этой opportunity но не то что они к ней как-то прилипли душой или что-то такое с ними произошло поэтому они могут поэтому вот наверное это наиболее полный ответ на вопрос то есть я бы сказал так если бы не внешние обстоятельства которые заставляют людей выкидывают их из профессии если бы не внешние обстоятельства то я думаю что там 95 процентов никогда бы не шелохнулись вот вот я так оценю ну 90 90 95 в моей субъективной оценки из того что я вижу вот это не не включает естественный рост на работе допустим он был тестером стал менеджером потом project менеджером потом программ менеджером и он движется в этой линии то есть я не считаю что он менял что-то он 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 просто двигался в развитие того что у него было а или он там скажем был тестером потом стал программистом так бывает или чаще еще бывает релиз инженером стал вот такое тоже бывает этот это все в развитии происходит я я не считаю что он менял профессию вот а так чтобы вот не знаю это не для каждого вообще то если мы так такой аспект посмотрим эта работа не для каждого не каждый может получать удовольствие от такой работы даже если он в принципе мог бы ее делать да это не значит что ему в радость что вот он идет на работу как день как на праздник по мы и так далее я могу сказать что у меня вот теперь ощущение праздника но года три было а потом ушло я уже не ощущал никакого праздника просто шел себе на работу и шел может быть я поэтому и выбрал между школой и допустим работой инженером я может быть из-за этого как-то меня больше увлекала вот эта школьная часть я ведь деньгах много потерял когда ушел из тестирования то есть у меня было две зарплаты ну там не знаю там по 60 по 70 тысяч на тот момент осталась одна и я сказал ну хорошо если бы я был больше инженером чем например там педагогом или там кто там я есть может быть я нашел бы способ совмещения может быть я бы нашел возможность заниматься школой там не знаю 10 часов в неделю и там привлечь других людей которые бы работали сейчас ведь так и есть на самом деле у меня 10 человек постоянных сотрудников вот поэтому черт его знает но но действительно это не для каждого и если уж мы говорим про радость искать жизни и так далее это тем более не для каждого то есть я я вовсе не хочу сказать что сейчас каждый кому хотелось денег заработать сейчас он придет ему там там лейбл наклеют там тестер окей да и тут тут же мы сразу работаю он будет на крыльях летать там в шоколаде в меду там не знаю в чем еще нет 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 не так все ребят счастливо